Каждый раз, имея на руках билет на самолет, вы долго мучаетесь с тем, как же до него добраться сквозь все пробки города Москвы. На любом такси уходит час времени или даже два, чтобы добраться до аэропорта. А что если я скажу, что доехать до него можно в разы быстрее? Двухэтажные поезда Аэроэкспресс с повышенной комфортностью, которые доставят вас из аэропорта до центра Москвы в кратчайшие сроки. Цена за билет всего 500 рублей, что дешевле любого такси, а продолжительность поездки всего 35-40 минут. И помимо этого, в каждом из вагонов максимально комфортные условия. Удобные кресла, климат-контроль, розетки для зарядки ваших устройств и даже бесплатный Wi-Fi. Если тебе нужно ехать до аэропорта или наоборот от аэропорта, стоит выбрать Аэроэкспресс. Всем привет, с вами Содерлин. И сегодня, наверное впервые за все время существования канала, я хочу затронуть тему игр. А точнее, рассказать об играх, сделанных на основе мультиков и мультсериалов. В детстве меня очень привлекали игры, на обложке которых значились изображения знакомых мультяшных персонажей. Но, к сожалению, далеко не все из них по итогу оказывались хорошими. Сегодня же я расскажу вам о своих любимых. Десяти самых лучших из них. Тех, в которые я переигрывал вновь и вновь десятки и даже сотни раз. Что ж, поехали. На десятое место я решил поставить вторую игру о суперсемейке. Да, именно вторую. Ведь после выхода полнометражного мультфильма было выпущено целых две игры. Первой нужно было поочередно играть за всех членов семьи, проходя сюжетную ветку, повторяющую по большей части события мультфильма. А вторая же часть, в свою очередь, является прямым продолжением мультфильма. В течение которого вам предстоит победить Подрывашкина и множество его различных роботов. Несмотря на разнообразность миссий в первой части, вторая мне нравится намного больше. За счет какой-никакой свободы действий. В подземной битве будет возможность играть только лишь за мистера исключительного Эфреона. А остальные персонажи появятся на экранах монитора лишь в качестве камео. Замыслы и действия главного злодея этой игры сильнейшим образом разнятся от того, что он решил вытворить во второй части мультфильма. Подрывашкин собирался вывернуть наизнанку земную кору и выпустить в небо ужасное загрязнение, для того, чтобы обратить поверхность в искусственное подземелье. Глубоко продуманный план, вполне объяснимая мотивация злодея и невероятная подготовленность в виде сотен различных устройств и тысяч разнообразных роботов. И на фоне такого прописанного злодея, подрывашкин из второй части мультфильма, вырвавшийся из подземли лишь для того, чтобы ограбить банк, смотрится очень нелепо. Но тем не менее, канон был изменен. Ничего не поделаешь. Девятое место в сегодняшнем топе занимает игра по кунг-фу панде. На самом деле это просто самая обычная игра на основе сюжета полнометражки с постоянными драками с теми или иными врагами. Ничего прям сверхъестественного, но тем не менее, в этом жанре кунг-фу панда, наверное, одна из лучших подобных игр. С прохождением уровня и продвижением истории развивается и главный герой, то есть По. Улучшаются его навыки, он обучается новым приемам и техникам, что уже делает игру более разнообразной. Но что самое клевое в кунг-фу панде, так это мультиплеерный режим. Вместе с другом можно врубить режим Daily, выбрать любых персонажей и столкнуться в битве, словно в Мортал Комбате. А также можно вдвоем или даже вчетвером сражаться против множества наваливающихся врагов, пытаясь победить их всех. Выбирая восьмое место, я решил немножечко схитрить и поставил игру Астерикс и Абликс XXL. Знаю, что игра сделана скорее на основе комиксов, но учитывая то огромное количество существующих на данный момент мультиков об этих двух отважных галах, можно сделать скидку и добавить данную игру в сегодняшний топ, поскольку иного шанса рассказать о нем у меня уже не будет, наверное. Итак, игра расскажет нам об очередной попытке Цезаря сломить таки последнюю, не сдавшуюся под его напором деревушку. Пока Астерикс с Абликсом уходят охотиться на кабана, легионеры разрушают их городок, похищают всех галов и отправляют их в заключение по разным уголкам Римской империи. Главным героям предстоит пройти сквозь шесть провинций этого огромного государства – Галию, Нормандию, Грецию, Гильвецию и Гиппит и Рим, дабы отыскать всех своих друзей и вернуть их в родную деревушку. Для этого придется победить не то что сотни, а миллионы самых разнообразных римлян. От сильных одиночек до целых сполоченных отрядов, закрытых щитами со всех сторон. За счет огромнейшей разнообразности римских солдат, а также возможности использовать волшебное изделие, которое полностью преображает ход привычной боевки, эта игра сильнейшим образом выделяется на фоне всех игр этого жанра. Седьмое место занимает игра по мультфильму «Рога и копыта». Игра, в которую мне на самом деле не удалось особо поиграть в свое время, поскольку диска у меня не было и при покупке нового компьютера я просто не имел возможности ее переустановить. Но тем не менее за то короткое время, что я успел ею насладиться, она настолько въелась мне в память, что сегодня я таки решил вставить «Рога и копыта» в сегодняшнее видео. Это игра с открытым миром. Это игра, в которой можно самому создать себе своего персонажа. Правда, выбираете вы девочку или мальчика, неважно, в имя будет и у тех, и у тех. Это игра, которая на самом деле даже практически не связана с основным сюжетом полнометражного мульта. И ей это даже и не нужно. Это можно назвать даже чем-то вроде Скайрима, но про животных. Нужно ходить или, к примеру, ездить на велосипеде, выполнять различные миссии, открывать новые локации, развивать своего персонажа. Все реально, как самое настоящее РПГ, что несомненно поражает. Бюджет у мультфильма был очень и очень небольшой, и после выхода в кино «Рога и копыта» еле-еле окупились. И вот после подобного никак не ожидаешь, что люди вложат столько сил и стараний в далеко не самый успешный проект. Но тем не менее, ребята нереально постарались, и быть может, имея возможность поиграть в «Рога и копыта» чуточку дольше, я бы поставил ее гораздо выше в топе. Но, увы, ностальгия берет вверх даже над подобными играми. Помимо миссий, в игре есть множество спортивных соревнований, вроде гольфа или бильярда, участвуя в которых вы сумеете заболучить титул чемпиона амбара. И что самое главное, во все эти мини-игры можно играть также вместе с друзьями. На шестое место, наверное, неожиданно для многих из вас, я решил поставить старенькую игру «Король Лев Горда Симбы» 2001 года. Несмотря на то, что игра носит название второй части известного всем мультфильма, она нисколько не повторяет его сюжет. «Король Лев Горда Симбы» состоит из множества мини-игр, в которых Киара и Кову, прячась от Тимона и Пумбы, развлекаются в саванне всевозможными способами. То стреляет в крокодилов, то танцует с животными, то помогает Тимону и Пумбе незаметно от них добраться до вкуснейших жуков, то пытается спрятаться и убежать от своих нянек. Все выполнено в режиме аркадных мини-игр, тут нет битв с боссами или каких-то прохождений, просто увлекательные как минимум для меня на тот момент времени игры на двоих. В детстве я играл в них с папой, а затем и с младшим братом, и даже сейчас я бы в них с удовольствием с кем-нибудь да поиграл. Помимо самих состязаний в мини-играх, стоит отметить чудеснейшие анимационные вставки, сделанные на высшем уровне, которые сопровождают вас в течение всей игры. Пятерку сегодняшнего топа открывает игра «Волк, собака и овца». Очень необычная игра над прохождением, которой придется реально попотеть. Игра крутится вокруг одного из известнейших персонажей Looney Tunes, Койота Вилли, за которого вам и предстоит играть. Большинство из вас в видео, скорее всего, лишь короткометражки о попытках Койота словить дорожного бегуна. Но есть и другой мультсериал, в котором Вилли фигурирует как главный персонаж. Овчарка Сэм и волк Ральф. Я не знаю, почему его зовут то Ральф, то Вилли и как он из волка превратился в Койота, но тем не менее это вроде как все тот же персонаж. Сюжет как мультсериала, так и игры невероятно прост. Ральф пытается украсть овцу, а Сэм пригладывает все усилия, дабы ему помешать. У овчарки в стаде находится 14 овец, а Ральфу предстоит поочередно украсть каждую из них до последней. Проходя все препятствия от быков и крокодилов до мин и ледяных клыб. Несмотря на то, что цель всего одна, путь к ее достижению из уровня к уровню вечно меняется. Каждый раз вам предстоит думать, как же так нужно все проделать, чтобы у вас появилась возможность украсть овцу. И как же ее затем донести до нужной точки, так и не попавшись на глаза овчарке. Я никогда не забуду сложнейший уровень, где Ральфу было необходимо пронести в суть через красную одежду. За все детство, за тысячи попыток мне так и не удалось его пройти. И таки закончить игру я сумел лишь пару лет назад. Уверен, мало кто вообще знает о волке-собаке FC, но поверьте, это нереально крутая игра. Четвертое место занимает игра по Мадагаскару. В ней нет ничего особо необычного. Следуя сюжету мультфильма, нужно преодолеть все препятствия, с которыми сталкивались главные герои. Играя за Алекса, Марти, Мелмана, Глорию и, конечно же, моих любимых пингвинов. Каждый из персонажей обладает определенной особенностью. К примеру, Мелман способен немножечко летать за счет длинной шеи, а Глория может сильно стучать по земле своей попой. Знаете, в детстве это так странно не звучало. Но основной сюжет игры никогда не был для меня главным увлечением, несмотря на то, что он был действительно хорош. Это был лишь путь, открывающий мне доступ к мини-играм. Вновь и вновь я проходил все сюжетные миссии, выучив их уже чуть ли не наизусть, дабы открыть все мини-игры и наконец в них поиграть. Среди них были танцы, которые меня не особо завлекали, шафлборд, довольно прикольная мини-игра, в которую можно поиграть с кем-нибудь вдвоем. Но вот самое крутое, что там было, это гольф. Я тратил недели, месяца на то, чтобы побить рекорд, который поставил мой пап. И тем не менее, на тот момент он был попросту недосягаем для меня. Но теперь я вырос и досягаемость моя тоже, ха! Также существует и вторая часть Мадагаскара с не менее увлекательным прохождением сюжета, а также еще большим количеством мини-игр. Там был футбол, стульчики, горячая картошка и многое другое. Но тем не менее, первая по какой-то причине произвела на меня гораздо большее впечатление. На третьем месте, наверное, новейший из всех игр сегодняшнего топа. История игрушек 3, вышедшая аж в 2010 году. После всех мультяшных игр, в которые я играл, история игрушек 3 мне казалась настолько красивой и такой детализированной. Но это бы не имело никакого значения, если бы не невероятно проработанный мир вселенной игрушек. В игре, конечно же, присутствует прохождение сюжета на основе полнометражного мультфильма. И сделано оно на весьма неплохом уровне. Но стоит оно далеко не на первом месте. Основной составляющей истории игрушек 3 является целый игрушечный город с множеством самых разнообразных локаций и различных персонажей. Чуть ли не каждый из которых вам может дать какое-либо задание. В течение игры вы можете развивать город, открывать новые локации, добывать новых жителей и проходить огромное количество миссий. Гигантская вселенная игрушек, которой по сути руководите именно вы. Большой мир, в котором можно одарить все, что душе угодно. Но как минимум я в те годы был просто в восторге от такой проработанности игры и ее вселенной со стороны создателей. А ведь могли просто банальное прохождение сюжета забабахать и заработать много деньжечь. Но они постарались. И это безумно радует. Второе место. Игра по мультфильму B-Movie. Сам мультфильм мне в самом деле понравился, но казалось бы. О чем-то можно сделать игру, думал я покупая диск. И лишь поиграв в нее я осознал, что если подойти к делу с нужной стороны, шикарную игру можно сделать о чем угодно. Весь мультфильм по большей части строился на разговорах. Но создатели сумели выцепить основные моменты и перенести их в игру таким образом, чтобы в нее действительно было интересно играть. Но как и в истории, с историей игрушек далеко не основной сюжет стал главный привлекающий к этой игре составляющий. А целая вселенная пчелок. Этот пчелиный мир из B-Movie это нечто вроде детской, немного упрощенной версии GTA. Тут также можно работать таксистом или доставщиком, зарабатывать деньги, покупать машины и разъезжать по городу. И поскольку в GTA я на тот момент времени еще ни разу не играл, B-Movie было для меня просто открытием. Я обожал этот город, любил по нему ездить, выполнять различные миссии, это было очень круто. И первое место занимает игра Taz Wanted. И я не удивлюсь, если вы впервые о ней слышите, поскольку о ней не знает никто из моих друзей и знакомых. Никто в нее не играл и вообще не слышал даже края муха. Так же как Волк, Собака и Овца, данная игра рассказывает об одном из многочисленных персонажей Looney Tunes, тасманском дьяволе. Честно говоря, в веселых мелодиях Taz меня никогда не привлекал. Казался тупым, безумно неинтересным и очень отталкивающим персонажем. Но вот игра раскрыла его совершенно с другой стороны. Все начинается с того, что Yosemite Sam, жаждущий построить на острове Тасмании огромный парк развлечений, прерывает мирную жизнь нашего главного героя. Похищает его возлюбленную, а самого Таза в клетке переводит в зоопарк. Разбушевавшийся главный герой вырывается из-за тачения. И одержимый желанием спасти, Дьяволису делает все возможное, пытаясь добраться до злодея Сэма. Вырвавшегося на свободу зверя объявляет в розыск, из чего и образуются плакаты с надписью Taz Wanted, которые ему предстоит уничтожить, дабы хоть как-то предотвратить охоту на него, в чем и заключается суть игры. На каждом из уровней Таз способен переодеваться в тот или иной костюм, многие из которых образуют референсы ко всем известным персонажам. Помимо этого, в игре присутствует пасхалочка в виде синей телефонной будки, телепортирующую главного героя в бонусную игру, что, конечно же, является очевиднейшей ссылкой к Тардис из Доктора Кто. По какой-то причине именно Taz Wanted стала моей любимейшей игрой. Я ее перепроходил вновь и вновь сотни раз, и каждый раз получает этого незыблемое удовольствие. Большая часть игр, о которых я сегодня вам рассказал, вышли давным-давно, и, возможно, многие из вас и не захотят в них даже играть, поскольку они старые. Но поверьте, эти игры были сделаны с душой. Чувствуется, как же создателям самим было интересно добавить какие-то интересные мелочи. Вставки, пасхалочки, дополнительные секретные квесты и мини-игры. А пытаясь поиграть в какие-то новые игры по мультфильмам, я почему-то подобного уже не чувствую. Все, конечно, очень красиво и захватывающе, но сыро. Не чувствуется той самой души. Будто бы просто очередной коммерческий проект. Но, может, конечно, это просто я вырос, кто знает. Но, тем не менее, сегодня я был очень рад поделиться с вами моими любимыми играми детства. Поделиться с вами той частичкой радости и чувства ностальгии, которая возникает при воспоминаниях о каждой из них. Я знаю, что не вставил в этот топ многие популярнейшие игры, вроде Симпсонов, Дорого Шрека, Лесной Братвы и многие другие. Я также в них играл, и они мне тоже очень нравились, но мисс в топе всего лишь 10, а выбирал я лишь на свой вкус. Иначе просто никак. Тем не менее, напоминаю, что у вас есть шанс добавить экстра места к этому топу. Пишите в комментариях, какие любимые игры в детстве были у вас, и какой же игры в этом топе, на ваш взгляд, не хватает. А экстра место предыдущего топа самых больших существ из мультсериалов, занимающий нотчик из Wonder Over Yonder, который играет с планетами, словно с мячиком, что уже говорит о его невероятно огромных размерах. А на этом сегодня все. Можете поставить лайк, если видео вам понравилось, буду каждому благодарен. Пишите в комментариях, какие у вас любимые игры, основанные на мультфильмах. Также можете посмотреть мои прошлые видео, я над каждым из них очень старался. А то как-то далеко не все из вас их оценили. А с вами был Содерлин. Спасибо за просмотр, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok